Беседа по возвращению из первой ссылки 455 Эта беседа существует только в латинском переводе. Когда по изнанию святителей из столицы произошло страшное землетрясение, то испуганная им императрица Евдоксия, видя в этом гнев Божий, запричиненную святителю неправду, немедленно отправила гонцов с целью возвращения его в столицу. Когда народ узнал о его возвращении, то весь Босфор был покрыт лодками ликующего народа. Святитель с торжеством был принят в городе, где многочисленный народ с факелами и песнопением привел его в храм апостолов, где он и произнес эту беседу. В ней он воздает благодарность Богу за свое возвращение, как он благодарил его при своем отправлении, принимая от его руки с благодарностью и благо, и зло. Что я скажу или о чем я буду говорить? Благословен Бог! Эти слова говорил я, уходя от вас. Это же опять повторяю, или вернее, и там я не переставал говорить то же самое. Вы помните, как я представлял вам Иова и говорил «Буде имя Господне благословенно вовеки». Это оставил я вам в напутствие. Это же опять предлагаю в благодарность. Да будет имя Господне благословенно вовеки. Различные обстоятельства, но одно словословие. Изгоняемый я благословлял. И возвращаясь, благословляю. Различные обстоятельства, но одна цель зимы и лета. Одна цель – благосостояние нивы. Благословен Бог, попустивший мне удалиться. Благословен Он, повелевший мне опять возвратиться. Благословен Бог, попустивший бурю. Благословен Бог, прекративший и произведший тишину. Говорю это, научая вас благословлять Бога. Случилось ли хорошее – благословляй Бога. И хорошее останется. Случилось ли худое – благословляй Бога. И худое прекратится. Так и Иов, когда был богат, благодарил. И когда сделался бедным, словословил. И тогда не забывал Бога, и потом не богохульствовал. Различные были обстоятельства, но одно душевное расположение. Так мужество кормчиво, ни тишиной не расслабляется, ни бурей не подавляется. Благословен Бог, и тогда, когда я был разлучен с вами. И когда снова встретился с вами. То и другое – дело одного промышления. Я отделен был от вас телом, но не был отдален от вас душою и отделен. Видите ли, что сделало коварство врагов? Оно усилило расположенность, воспоминило любовь, доставило мне тысячи доброжелателей. Прежде любили меня мои, а теперь почитают и иудеи. Думали удалить меня от моих и привлекли ко мне чужих. Но не им, а Божьи имени благодарение за то, что злоба их обратилась к нашей чести. Так иудеи распяли нашего Господа, а им спасена Вселенная. Но не иудеев благодарю за это, а распятого. Пусть видят, каков Бог наш, какой мир произвело коварство их, какую приготовила славу. Прежде наполнялась одна только церковь, а теперь и площадь стала церковью. Одна глава и там, и здесь. Никто не налагал молчания на ваше собрание, однако все молчат, все сокрушаются. А прежде одни пели, другие хвалили поющих. Сегодня конские скачки, и никого нет там. Но все стеклись в церковь, как потоки. Потоки – ваше множество, и река – ваши голоса, восходящие к небу, и выражающие любовь к Отцу. Ваши молитвы для меня славнее диадемы. Мужи и жены вместе, конечно. Во Христе Иисусе нет мужеского пола и женского. Как я и говорю, провозглашу силы Господни. Видите, как истинно то, что я всегда говорил вам. То есть, кто мужественно переносит искушение, тот собирает от него и великие плоды. Я призвал вас к апостолам, то есть в Константинопольскую церковь святых апостолов, где почивали мощи святого Тимофея. Так мы, изгнанные, пришли к тем, которые были изгоняемы. Мы подверглись козням, и они были гонимы. Мы пришли к Тимофею, новому Павлу. Пришли к святым телам, носившим на себе язвы Христовы. Никогда не бойся искушений, если имеешь доблестную душу. Через это все святые удостоились свинцов. Велико страдания для тела. Но еще больше успокоения для души. О, если бы вам всегда быть в таких страданиях. Так и пасты радуются, перенося труды для овец. Что мне говорить? Где сеять? Нет для меня незанятой страны. Где мне трудиться? Нет для меня открытого виноградника. Где мне созидать? Храм переполнен. Сети мои разрываются от множества рыб. Что же мне делать? Не имею времени для делания. Поэтому я и поучаю вас, не как нуждающихся в учении, но чтобы показать искреннюю любовь мою к вам. Везде зеленеет колосья. Столько овец, и нигде волка. Столько колосьев, и нигде терней. Столько винограда, и нигде лисицы. Хищные звери потонули, и волки разбежались. Кто прогнал их? Не я, пастырь, но вы, овцы. О, доблесть овец! В отсутствии пастыря они прогнали волков. О, красота невесты, или лучше целомудрия. В отсутствии мужа она прогнала прелюбодеев. О, красота и целомудрия невесты! Она обнажила свою красоту, показала свою чистоту. Как ты прогнала прелюбодеев? Любовью к мужу. Как ты прогнала прелюбодеев? Превосходством целомудрия. Я не брала оружия, не брала ни копьев, ни щитов. Я показала им свою красоту, и они не вынесли ее блеска. Где же они теперь? В стыде. А где мы? В радости. Сори с нами, начальники с нами. И что мне сказать? О чем говорить? Да приложит Господь на вас и на сыновей ваших. Солом 113, 22. И усердие ваше да удержит в своей сети. Здесь мы прекратим слово. За все благодаря человека любопытного Бога, которому слава вовеки. Аминь.